да ты сука всем привет меня зовут наняш маффин продолжаем проходить амназия бункер амназия бункер надо найти кирпич найти кирпич и донести его до куда-нибудь ну-ка сколько мне патронов 6 нифига я богатая на патроны замолчи я богатый на патроны где был кстати этот я туда еще не ходила где-то был кирпич а где он был может осенний он был крыса опять вы что вам не нравится крыс дураки что ли и кирпич да замолчите вы можно посмотреть на монстрика опа ой ты это прекрати я ищу кирпич мини для тебя не был кирпич еще бинты я помню что где-то видела кирпич еще бинты еще больше бинтов только зачем мне бинты если мне нужен кирпич я точно его где-то видела где он был крысы может вы знаете кирпич еще как будто меня тут убивают особо это жрут ну жрите жрут они я еще подумала тащить кирпич так неудобно а где он бочка вот он я пошла но я могу бежать кирпичом я со своим товарищем могла бежать могу с кирпичом бежать не мудрена опа вот я справилась нормально что это добавили к основной карте администрации спасибо это откройте это че че это патрон для револьвера доклад патруля 10 июля 16 года прошлой ночью произошли странные события рядовой лампер считавшийся погибшим в патруле 8 числа вернулся в казан в полном здравии он принес на себе рядового клемана тяжело раненого взрывом лампер сообщил следующее в ходе патруля 8 числа он упал глубокую воронку из-за которой не мог выбраться клеман его близкий друг ушел на его поиски прошло и ночью нашел воронки и помог выбраться на оружие они были замечены неприятелями в ходе последовательной последующей атаки клемана ранило осколками ламберу пришлось нести его на себе очень странно что ламбер не получил травм ни от падения ни от взрыва и в конце концов спас человека который пришел к нему на помощь но удача после боя штука непредсказуемая каждый из нас в своей жизни сталкивался с подмечивыми ветром и судьбы судя по показаниям ламбера ламбера ламбер ламбер сыр воронка в которой он оказался находится неподалеку от найденных нами римских туннелей возможно они они она появилась в результате производимых там работ следующий дезод должен уствериться что мы не открыли тайный проход в наш бункер то есть он выжил оба выжили а может мой друг это вот это существо теперь не исключено чего это как будто мне это чем-то говорит в смысле я настолько набрала вот этого всего так я пойду сохранюсь мне надо заправиться там все свои бинты убрать так может все таки реально это мой друган с ним что случилось там страшное что ты ну возьми а ну все полное полные бинты да тихо так я открыл эту дверь и чё там нашла какой-нибудь записок и топлива карту карту я нашла на блокарту посмотреть чё это я это я не посмотрела карту тёмная комната подсобка а я где казарма канцелярия комната отдыха кухни чего она стала а я где я с собой возьму ой тихо тихо спокойно крысы замолчите хватит там жрать жрите вежливо и тихо ключ друг мой после диверсии в туннелях они усиливают меры безопасности повсюду мне было приказано запереть в двери дверь в узел связи но между нами говорят просто дубликат ключа у себя в койке в казарме такая штука всегда может пригодиться квинт 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 мне нужен квинт подожди он мне дал уже записку в фотографию климент чагарт тирель ноир бифойе гоф а квинт где климент марсо пикард после николай ноир бифо квинт 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 это вторая казарма захожу где крысы тоже от входа я правильно так я пойду туда вот вот получается вот так фотография вот вход я захожу тут койки а вот только на соседние прям прям на меня смотрит что ли это что ли квинт а спокойно а так да я же нашла в арсенале блин я все это время занималась какой-то хернёй потому что я все же нашла в арсенале конечно у меня же есть жетон подожди там же ничего не было чё это а стоп чё-то я не понял квинт он сказал дубликат хоронит у себя стоп я нашла там не этот соткнитесь а может это квинт может это квинт я нашла только жетон да тихо вам там а что где у него жетон где у него там чё крысы вы знаете что они так стоп я что-то о ещё топливо я чё-то запуталась ну-ка записки квинт у себя в койке в казарме в койке в казарме замолчи замолчи сказала да ты сука а ну стой я тебя тоже отмудохаю будешь знать да подождите сын кровавым следом тут какая-то хрень случилась я себе просто шла никого не трогала как он меня поймал урод урод квинт у себя койки в казарме пойду посмотрю может там ещё это топливо залить дурак дурак сейчас он меня с ног спил а стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп а у меня один патрон три патрона наверное зря я стреляю в него много раз достаточно одного кто его знает какой-то неадекватный блин так к нему стрелять оказывается можно в койке говорит храню ну так я нашла его койку а чё толку квинт ну вот квинт заткните себе нахрен сидите жрите в койке сказал спрятал ну в койке спрятал где в койке может зайдем ну конечно блин ключ это узла связи а где ключ связи узел связи а я где а вот казармы а это в этой только то надо зайти через эту комнату а я могу зайти получается теперь у меня есть это ключ я зайду теперь то я зайду по идее да ну в смысле давай у тебя же ключ есть ты чего как применять ключ таким же образом а ну да замечательно что так темно стволовая стволовая я сохранюсь даже про узел связи там же была записка ну-ка 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 а кто писал а кто писал я так понимаю что нужно просто по очереди включать да ну-ка сейчас добегу узнаю ну-ка не не работаю непонятно ну и ладно ну-ка ты где мы ты как я пойду ну-ка чай меня. Нам с тобой нужно поговорить, обсудить, что можно сделать. Только скажи, когда. Поза. А, мне надо как-то... Ты там сиди, сиди. На, вот. Возьми это тебе. Подожди, последовательная? Что там последовательная? А как? Там же заперто. Может, там гранату можно кинуть? Ну вот, тут заперто. Вряд ли я, если выстрелю, может, надо вот так поступить? Я сижу, меня не было. Не было меня. Хватит тарать. Хватит тарать. Спокойно. Ничего не случилось страшного. Прекрати. Прекрати, пожалуйста. Все? А что, не работает? В смысле, это не работает? А как тут добыть? Что, реально выстрелить? Что-то уронило. Я пытаюсь понять, как работает вот эта хрень. она идет туда, куда-то вглубь. Тут не открывается. Ну и что? Я патрон потратила. Зря. Минус патроны все. Один остался. О, ходит, 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 ходит. Посмотрю на тебя, хотя бы чуть-чуть. Вообще, читать хочу, где я там записки. Дневник Нуае. 14 мая 16-го года. Я никому не говорил о содержании этих записей, клянусь. Но теперь вдруг Ларю выходит из туннеля, утверждая, что видела описанные в них вещи. Мур рациональный ум никак не может принять тот факт, что это совпадение, но не может принять альтернативу. Я должен рассказать остальным о содержании этих записей, рассказать им, предупредить их. 18 мая 16-го года. Они наказали Ларю за то, что он рассказал об увиденном, а теперь Рернар послал за мной. Я уверена, что и меня ждет наказание. Мы оказались в окружении, где немцы перед нами, высшее командование у нас за спиной и какая-то третья ужасающая сила, которая, судя по всему, прячется в тенях вокруг нас. Я боюсь, что теперь Бог уже не дотянется до нас, чтобы помочь. 20 мая 16-го года. Две последних ночи Дельпи. Так Рейнер наказал меня за то, что я говорила о записях. Там один кошмар сменялся другим. Сны о тьме, искушающей тьме, о голосах в ней, зовущих меня. Я вернулась на свою койку и был встречен людьми, у каждого из которых теперь есть, что рассказать. Николай, Эфербер, Уэльбек и так далее. Они все слышат что-то, видят что-то во снах. Иначе теперь проходит в объятиях страха, который сбирается по позвоночнику, впивается когтями в глаза, пронзая разум и душу. Но после того, что случилось с Лярю и со мной, никто не смеется говорить с офицерами, даже с Жубером. И что еще хуже, снова начинаются вылазки. Мой черед завтра ночью. 23 мая 16-го года. Вернулся с вылазки. Не могу уснуть. Работает артиллерия. Подошвы моих сапог и стерлись мои ноги в крови и мозолях. Мы потеряли слишком много людей. Я чувствую, что в ловушке. 25 мая 16-го года. Прошлой ночью казарма проснулась от звуков, исходящих из туннеля. Каждую ночь они становятся все громче. Когда я спал, мне снились другие миры, боль, обернутая в экстаз. И этим утром мы все похожи на призраков. Так больше не может продолжаться. Я войду в туннель и пытаюсь положить ему конец ради нас всех. И что, получилось? Фарбер мертв. Это безумие, хаос. Мы были в столовой, когда эта тварь вырвалась из темноты прямо за спиной Буарона. Но Фарбер был там на готове. Практически бросился ей на перерез. И он выстрелил в нее. Попал точно в цель. Тварь отступила. Мы посчитали, что она уж точно мертва. Но потом не пришло ее десяти минут, как она вернулась за ним. Я слышала его крики, когда тварь утянула его в стену. Мольбы о спасении. И теперь я снова его слышу. Как она движется, подбирается ближе. Нужно действовать сейчас же, пока нас всех не постигла его участь. Тушил? Я там это, почитала. Я почитала в своем шкафу. Ты там выйдешь? Ты так тоже можешь. Да ты не дурак. Ладно. С другой стороны, сколько мне там патронов было? Там был еще какой-то проход. Заминированный. Я уже забыла, что я делала и где я сохранилась. Так, но я открыла точно эту камеру. Заминированный. Ладно. Я а получилось все я могу идти может последовательно вот тут тут она идет туда внутрь потом нужно еще один начать как какой-то рычаг нажать крысу с ума сходит и хрен с ним но вон там до рычаг какой-то а рычаг ну-ка не знаю тихо крыса ты ногой хрен вышла иди отсюда зменирована не ваня петом что-то жрут а вы меня сожрете крыса вы меня сожрете а это цепи волок надо соединять а с чем с крысами это делать сюда нужно снова тащить кирпич а типа это надо вверх ли это надо вниз я не понимаю меч сама это полечиться меня будут теперь нюхать и кирпича где оставила что я внизу его оставила я кирпич я его где-то оставила ой что тут мой кирпич где мой кирпич я потеряла кирпич а я кирпич сломала что ли но все что осталось мимо кирпича грустно там надо крыс как-то напугать гранат им кинуть блин ну я нашла эту записку как включает только не понимаю включать то чип типа чё типа вверх типа вниз типа значит вверх да хрен его знает можешь меня сожрать меня крысы уже поели наверное верно если сожрешь я не буду против а вы думали крыться я сами шутки шучу я не знаю я не знаю я не знаю Молчи там пухтеть. Ты уйдешь сегодня или что? Хватит там ходить, проваливай. Да ты уйдешь. Хватит там ходить. Идите нахрен. Офицеры бросили нас. Они бежали от зверя и подорвали выход за собой. С ним был Жубер. Они обозвали нас трусами и предателями, лицемеры. Теперь они обрекли нас на верную смерть. Все наши дальнейшие страдания будут на их совести. Бог накажет их сосадейное. Просто у меня патронов не осталось. Нет, остался один. Субтитры добавил DimaTorzok. Так, подожди. Так это все вниз надо или все вверх? Я не очень понимаю, как мне нажимать эти рычаги. Что, еще гранатку? Я, наверное, так насквозь пройду, да? Он, наверное, заморгал и все. А, он не пришел. Ему в прошлый раз на костыляли, а в этот раз решил не идти. Так, это что? Это аптека. Мясо. Блин, нафига мне мясо? Как выкинуть? Че это? Тут топлива полно. Почему мне ее сломать? Пусть открывайся. Ахериться как? Ни хрена. Бутылки. Ни хрена и бутылки. Я не понимаю, как мне... А, подожди. А, сейчас. Ну-ка, выйди. И все нормально со мной. 12 июля 16-го года. Ночью. Я не могу уснуть. Что-то продолжает скрыстись в стенах. Конечно же, я уже слышал крыс. Но совсем другой звук. Он не похож на едва заметные шорохи грузунов. Он намного громче, настойчивее. Франсуа уже 4 раза выходил, чтобы найти источник звука, но каждый раз возмущенно возвращался ни с чем. Все, кто был здесь во время инцидента в Римском туннеле, обмениваются с тревожными взглядами. Мы не смеем говорить об этом, опасаясь порицания. Но нам это и не нужно. Все мы думаем об одном и том же. Позже. Что только что завыло. Не за стенами казармы. Что-то находится здесь, среди нас, как было раньше. Все, как было раньше. Входы в туннели перекрыты. Они все еще перекрыты. Но этого было недостаточно. Все мои братья поли жертвами трибунала. Но этого было недостаточно. 16 июля. Демон из туннеля есть среди нас. Он убил Рейнора. Он убьет всех нас. Если только ради Ларю, ради Туссена, ради Нуае, ради Николая, Азана и Ренуара. Я убью его своими собственными руками. Именно поэтому меня не поймали. В этом моя цель. Мой револьвер заряжен. Моя воля крепка. Хорошо. Вот там проход. Кстати, оно все висит в воздухе. Ну, давай. Давай. Чего? Никак? Не гранаты же мне это убирать. Пришел посмотреть. Пришел посмотреть. Что происходит, да, такой? Ой, сломай там эту решетку. Я что-то не врубаю, как ее убрать. Как ты это делаешь? Угомонить. Все поломает. А я уже не это... Как его? Кровь я не истекаю. Отваливай. Ты ушел? Нет, все еще ходит. Ты задолбал. Я хочу выйти. Хочу выйти и сохраниться. Да отвали. Ты, может, свалишь? Бутылки мне прикатил. Алкаш. Крыса, даже не вздумай. Я бегу сохраняться. Мальчи. Мальчи. О, почти все закончилось. Все нормально. Живем. Что ж, загадку с этими светофорами будем решать уже в следующий раз. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте лайк, ставьте комментарии. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok